По каким критериям должна удавиться карта русская? Это самый дискуссионный вопрос. Честно говоря, карта русского, мне кажется, требует некоторых изменений в своем названии. Лучше, наверное, чтобы она носила название «российская карта» или «карта России». Мы действительно должны думать о том, чтобы вернулись не только русские. Ведь, поверьте мне, у украинцев русскоязычных, а таких тоже миллионы, у молдаван, у тех же, допустим, представителей других народов, татар, народов Кавказа, у них не меньшее желание у многих вернуться в Россию. И как-то отсекать по этническому критерию, я считаю, это было бы неправильно. Но все-таки надо понимать, что большинство населения России – это на сегодня русские, и именно русские государства, образующие этносы. Поэтому, естественно, и за пределами России большинство соотечественников – это соотечественники русской национальности. Мы не должны как-то препятствовать возвращению, к примеру, или приезду украинцев и татар, но все равно основная ставка будет на русских. Ну, сугубо по таким демографическим причинам, их просто больше. И критерии, которые могли бы здесь как-то участвовать в определении, кто такой соотечественник, даже не русский, а соотечественник – это понятие гораздо шире. Я думаю, они следующие. Это определенная ментальная связь с Россией. Это знание, хотя бы базовое знание русского языка. Это исповедование традиционной для России религии. Или хотя бы лояльное отношение к ней. Это, безусловно, связь с Россией, возможно, родственная. Либо брак с гражданином России, или этнически русским, или представителем другой национальности, характерной для России. Это, безусловно, определенные заслуги перед Россией или некая полезность для России. Это не значит, что если миллион таджиков заявит, что они исключительно полезны для России, на стройке, то мы должны их принять. Нет, речь идет об селективной полезности. То есть, именно нам в своей стране необходимо определять, насколько полезны, в каком отношении и культурный аспект здесь определяющий. Поскольку важно выдержать вот этот баланс, межнациональный баланс в России, который сегодня уже частично нарушен. Из-за абсолютно нерегулируемой эмиграции. Поэтому приезд инокультурных мигрантов, я думаю, это не те цели, которые перед собой должны ставить организаторы выдачи этой карты. Карты русского, или, по моему предложению, должна быть российская карта. Последний вопрос. Закон о соотечественниках был принят в 1999 году, прошло 10 лет. Насколько я знаю, ни одного такого удостоверения выдано не было. Проблема в чем? Проблема в том, что действительно массовой выдачи вот этих удостоверений соотечественника не было. И никаких гарантий выдачи карты русского тоже нет. Наоборот, МИД занял оппозиционно такую позу, положение, которое абсолютно непонятно. Вот все хорошее, я так заметил, оно вызывает почему-то нарекания чиновников. И давать какие-то гарантии и так далее. Идея просто хороша. Я вот как специалист в области демографии могу сказать, что идея одна из самых удачных за последние полтора века. Весь советский период мы никак не работали там с соотечественниками за рубежом, за исключением там собственной разведки. А только царские времена нам оставляют какие-то положительные примеры. И я хочу сказать, что вот именно эта ниша у нас абсолютно вакуумна. То есть никто никогда в России не работал с соотечественниками. И если что-то русская община за рубежом диаспора делала хорошего, а такого действительно много, сколько выдающихся людей, тот же Петерим Сорокин, известный социолог, жили за пределами России и сделали много действительно. Вот это по сути достояние всего мира. Если это и было сделано, то это скорее вопреки поддержке Родины, нежели благодаря ей. Вот это, к сожалению, это то, чем мы не можем гордиться. А я бы хотел, чтобы эта ситуация изменилась.